Динозавры правили нашей планетой более 165 миллионов лет, а некоторые из них ходят по нашей планете и сегодня, по крайней мере, некоторые из их потомков. Современные птицы произошли от группы плотоядных динозавров, которых мы называем тераподами. Все началось в мезозойскую эру, 251 миллион 66 миллионов лет назад, примерно 250 миллионов лет назад, когда по Земле бродила группа существ, называемых динозавроморфами. Они не были похожи на тех динозавров, которые могут прийти вам на ум, например, бронтозавры или тирекса, но именно от них произошли динозавры. Эти существа передвигались на четвереньках и были размером с домашнюю кошку. Правда, выглядели они не так дружелюбно, поскольку больше походили на странах ящериц с длинными тонкими конечностями. Как и следовало ожидать, эта группа не была на вершине пищевой цепочки, но эти существа были очень быстрыми и ловкими, что помогло им выжить. Со временем они приспособились и стали ходить вертикально, так что их ноги оказались под телом, а не по бокам. У динозавроморфов начали расти длинные хвосты и увеличиваться мышцы ног. Их шеи стали крепче, чтобы выдерживать новое положение. И у них даже появились дополнительные тазобедренные кости, которые помогали им двигаться быстрее и эффективнее. Именно тогда, где-то между 240 и 230 миллионами лет назад, на арене появились динозавры. Их название происходит от слова «дайносория», что означает «ужасный ящер». Самые древние окаменелости динозавров принадлежат ящерам, которые жили в Аргентине. Самому старшему из них 240 миллионов лет. Но мы до сих пор не уверены, настоящий ли это динозавр или его родственник – динозавроморф. Учитывая размеры их предков, динозавры изначально не были большими, скорее как собаки или лошади. Тогда было не так много видов, так что если бы вы могли вернуться в то время, то увидели бы просто кучу рептилий, ходивших на двух ногах. Но со временем они приспособились к разным условиям, и у нас появились более интересные группы, например, маленькие и быстрые хищники, как этот. Все они попадают в категорию архозавров, в которую также входят птерозавры. Да, их название может и не подразумевать этого, но это не динозавры. Когда некоторые динозавроморфы эволюционировали в динозавров, они получили определенные преимущества, например, руки. Благодаря им они могли делать гораздо больше. Одни могли ловить добычу руками, другие — хвататься за ветки. Свобода, которую они получили, двигая руками, помогла некоторым из них превратиться в птиц и начать летать. Динозавры, вероятно, были теплокровными. Это значит, что они могли постоянно оставаться активными. Они не зависели от окружающих условий, как, например, рептилии. Последние — холоднокровные, и им приходится полагаться на окружающую среду, чтобы регулировать температуру тела. Динозавры тоже не правили животным миром первые десятки миллионов лет своего существования. Тогда, в триасовый период, на вершине пищевой цепочки находились крокодилы. Затем наступил юрский период — 251 миллион 201 миллион лет назад, и появились новые виды динозавров, такие как гигантские травоядные динозавры, например, зауроподы. Вы их знаете, динозавры с длинными хвостами и шеями, которые могли есть растения на разной высоте, например, брахиозавр. А лазавр — еще один известный динозавр того времени, которого вы наверняка узнаете. Шипы на хвосте, костяные пластины на спине — это старый добрый стегозавр. Юрский период — это время, когда динозавры стали становиться все больше. Затем наступил меловой период — от 45 в 66 миллионов лет назад. И, наконец, эти великолепные звери достигли вершины своего расцвета. Это было время, когда, оказавшись на вершине пищевой цепи, свой трон занял могучий тирекс. Скорее всего, тирекс жил около 28 лет, но достигал взрослого размера действительно быстро. В те времена выжить было нелегко. Тирекс относится к категории тиранозавров, и ученые выяснили, что эти животные были свирепыми, даже когда находились в довольно юном возрасте. Они обнаружили окаменелость тиранозавра-подростка, которому было 75 миллионов лет, а в его желудке находились два детеныша-динозавров. Ученые поняли, что в юном возрасте тиранозавры охотились на маленьких динозавров рода Ситипес, их двоюродных братьев. Став старше, они выбирали мирных гигантских динозавров, которые любили проводить время со своей группой и есть растения. Но не только крупные хищники могли бы заставить вас дрожать от страха. Тогда же появились быстрые и ловкие существа под названием «велоцирапторы». Это были не какие-то чешуйчатые динозавры, которые ловили добычу с помощью когтей в форме серпов, как показывают в кино. Их тело было покрыто перьями, а вес достигал 45 килограммов. То есть примерно как у волка. И еще один миф. Они не охотились стаями. Велоцирапторы, вероятно, предпочитали охотиться в одиночку и использовали свои когти не для того, чтобы резать добычу, а чтобы вцепиться в нее. Тирекс и велоцираптор относятся к группе тераподов. Мы упоминали о них в самом начале. Это существа, от которых произошли современные птицы. Но хотя велоцирапторы были покрыты перьями, они все равно не могли летать. Их тело не было сформировано таким образом, чтобы поддерживать полет, а руки были слишком короткими. Возможно, так было лучше, потому что в меловом периоде небо захватили летающие динозавры под названием Тиранодон. У динозавров все было очень хорошо. Пока в один злополучный день, 66 миллионов лет назад, на нашу планету не упал астероид. Не то чтобы астероид сразу уничтожил всех динозавров, но он вызвал изменения в окружающей среде, из-за которых выжить стало гораздо сложнее. В то время вымерло около 75% животных, обитавших на нашей планете. Астероид был очень большим. Когда он врезался в землю, то образовал гигантский кратер на полуострове Юкатан и поднял в атмосферу много мусора, который сразу же заслонил с собой солнце. В течение нескольких месяцев плотные облака пыли блокировали солнечный свет. На нашей родной планете стало еще темнее и холоднее, чем прежде, что не лучшим образом сказалось на растениях. Существа, питавшиеся растениями, тоже не смогли пережить эти изменения. Таким образом, все это превратилось в цепную реакцию, в результате которой большая часть экосистемы разрушилась. Когда пыль наконец рассеялась, парниковые газы, образовавшиеся после удара, заставили температуру подняться намного выше, чем она была до этого, за очень короткий промежуток времени. Все наземные животные, весившие более 25 килограммов, вымерли. Но исчезло не все. Растений стало меньше, но они пострадали не так сильно, как животные. Все потому, что их пыльца и семена могут дольше сохраняться в очень плохих условиях. Поэтому то, что мы имеем сегодня, это, по сути, семена, оставшиеся от тех времен, после падения астероида на нашей планете, стали преобладать цветковые растения. Все динозавры, не являющиеся птицами, также вымерли. Некоторые виды выжили в виде птиц. Сначала эти отважные выжившие были маленькими, но позже птицы эволюционировали до больших размеров. Есть исследование, в котором говорится, что если бы астероид врезался в другое место на Земле, судьба многих существ растений была бы совсем другой. Если бы метеорит упал на пару минут позже, он попал бы в более глубокие воды. Меньше камней испарилось бы и поднялось вверх, заблокировав тепло и свет, идущий от Солнца. При таком сценарии, вероятно, динозавры все еще были бы рядом. Например, Трицератопс был одним из последних динозавров, не имевших ничего общего с птицами. Если бы астероид пролетел мимо нашей планеты, мы бы увидели некоторые из них бродящими по округе, но поскольку эволюция никогда не останавливается, возможно, в иной форме.